Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. С вами Михаил Смаанцарев. Сегодня мы с вами изготовим хороший правильный кивок для без мотылки. Но он пойдет и на любую другую удочку. Вот, например, у меня вот это вот будет удочка гитара вибро электрическая. Вот я на нее буду изготавливать кивок. Вот здесь у меня есть пружина нержавичка. Видите, такая очень легенькая она. Она уже подготовлена. Это как бы, которая будет выполнять роль хвоста. Итак, на нее будем делать. Сначала мы вот здесь вот, вот эта посадочная замеряем. Она у меня 5 миллиметров. Я уже здесь разметил, чтобы время не терять. То есть я взял 120 миллиметров пластинку. Это 0,3 миллиметра нержавеющая пластинка. Значит, я сделал 5 миллиметров здесь толщину, здесь сделал 3 миллиметра. Разметку я уже произвел. Режется она простыми ножницами. Вот, сейчас мы будем резать. Надо резать аккуратно, чтобы не было лишних стыков. Ножницы подвигать как можно ближе к этому месту, где закончилась предыдущая резко. Вот я все три пластины уже отрезал. Две даже уже полировал шкурочкой номер 600. Вот одну я покажу, как полировать, чтобы было понятно. На, в одну сторону, на растяжку, чтобы ее не портить. Но полировка нужна для того, чтобы не прилипало ничего. Чем больше металл полированный, тем меньше к нему прилипает снег и прочее. Вот мы их отполировали. Затем берем... Ну, полировка может быть и более тщательная. Можно и войлоком полирнуть, кому хочется сделать очень красивый кивок. Видите, он даже уже работает. Теперь мы берем один из них. Ну, желательно посмотреть, какой из них самый широкий. И делим его. Отнимаем каждый раз два сантиметра от края. Но здесь у нас 5 миллиметров будет примотана петелька. Поэтому вот мы берем даже 25. Я делал 25 миллиметров и 50. Ставим две меточки. Вот они у нас видны. Одна плохо видна. Вот я ее поставил. Теперь делаем следующее. Берем одну пластину и прикладываем ее вот сюда. С первой метки. Видите, вот у нас сразу следующая пластина становится меньше по ширине, чем предыдущая, чем верхняя. И отрезаем лишнее. Затем берем третью пластинку и ставим ее где у нас Следующая метки. Видите, она тоже уже. Так как мы сдвигаем широкую сторону, широкую сторону, в сторону окончания, вот у нас следующая. Теперь наша задача в этих пластинах сравнять уголочки, чтобы не было никаких заусенцев. Вот я все уголочки выровнял, но тут еще один, но этот крайний, он потом у нас. Значит, теперь я что делаю? Накладываю эти пластинки одна на другую. Таким образом, чтобы вот здесь, вот видите, вот здесь, она была четко по центру. Одна пластинка и вторая. То же самое по центру. И здесь все совпадали. Вот я еще раз их положил. Вот видите, теперь я, когда они у меня наложены, все сейчас идет по центру. Теперь я очень прочно зажимаю рукой вот здесь и вот это место промазываю буквально чуть-чуть клеем моментом для того, чтобы они держались вместе. Но зажимая полиэтиленом, вы знаете, что полиэтилен не клеится никаким клеем, нам не надо пальцы лишний раз марать. После того, как я зажал, я вот здесь вот, вот здесь вот, должен сделать две маленькие проточки, вот здесь, лыски так называемые. Это нужно для того, чтобы, вот так вот, чтобы вам было видно. Вот так вот. Все у нас продолжает здесь отлично совпадать. Теперь я опять беру вот так же, таким же образом, но есть у меня вот такое приспособление для намотки нитки. И проклеиваю чуть-чуть клейком с обеих сторон и начинаю собирать кивок. Вот я его с клейком собираю. Это уже можно одно отрезать. Еще раз чуть-чуть проклеить, так как здесь желательно, чтобы он был получше. Прихватен. И еще немножко, много очень тоже не надо, потому что при передвижении будет он плотно. Ну и, наверное, хватит. Вот он у нас готов. Опять мы его обжимаем полиэтиленчиком, после этого отрезаем лишнее. Можно даже отрезать, отпалить ее при помощи зажигалки. Так, ну вот мы с вами смотали, склеили. Теперь у нас все стоит по центру. Ну можно еще для... Вот этих вот гранек, которые здесь собрались, вот эти краешки, еще можно полирнуть, хотя уже не обязательно. Затем мы берем два термоусадочные кембрика и застраховываем места соединения пластин. Вот, видите, где-то сантиметр от края. То же самое. Второй берем. Кембрик, с одной стороны, немножко великоватый, но с другой стороны, когда он усаживается, он становится потолще, когда усаживается хорошо. Вот, кивочек, уже у нас почти готов. Теперь нам, вот он, видите, какой хороший. Теперь нам необходимо сделать вот здесь вот две проточки для петельки. То же самое я делаю, опять, чтобы вам было видно. Вот сюда, буквально небольшую, чтобы не было сползаний. Ну и тоже краешки можно немножко вот так вот скруглить. Теперь необходимо примотать петельку из нержавеющей проволочки. Вот у меня вот такая маленькая петелька есть. Я просто ее намотал на сверло и закрутил пассатижами. Немножко расплющил, чтобы она была, концевичок был полоский. Я использую, так как вы можете спросить у меня, где вы берете проволоку нержавеющую, просто от нихромовой спирали, от электрической плитки. То есть я вот так вот держу. В станке у меня нету красной. Но сделаем, наверное, вниз ее вот так. Нет у меня красной ниточки, поэтому обматываю просто с катушки. Немножко можно вот так примотать и затем уже ее выровнять. Вот я ее выровнял. Капнул немножко клейка и продолжаю намотку. Ну, здесь особо бояться, что она будет тяжелая. Не надо. И к тому же она может неплохо послужить в качестве сигнализатора, когда вы будете видеть поклевку. Она у вас дернется. и красненький цвет, он раздражает зрение. Вы будете более действительно реагировать на поклевку. вот тут тоже можем так замотать, чтобы в эту скруточку не попадала леска. Опять же, по старой схеме берем полиэтиленчик, обжимаем, снимаем полиэтилен, обрезаем, чуть-чуть подпаливаем. Ну, здесь надо еще раз поставить их на место. Ну, кстати говоря, если есть какие-то вот это хорошо держится. Есть какие-то проблемы с тем, что кембрик ходит. Вполне можно взять капельку вот такого клея и под верхнюю часть кембрика его вот так вот загнать. То же самое и здесь. Немножко его сдвинуть. Буквально чуть-чуть. Вот столько. Он прихватился к верхней части, а все остальное будет ходить свободно. Все, вот кивок у нас готов. Сейчас мы возьмем мормышечку и его проверим. Ну, вот я взял вот такую вот мормышечку и кивочек держим моего. Вот, смотрите, вот он. Вот он работает. Видите? Вот он, кивочек. то есть, если взять наш хвостик, вот так он будет держаться, вот он будет работать. Кто скажет, что этот кивок не красавец, пусть первый бросит в меня камень. и так мы с вами все выяснили по поводу изготовления кивка. Вот он, наш кивочек. С вами был Михаил Сманцарев. Кому что не ясно, задавайте вопросы. Спасибо за внимание. До свидания. КОНЕЦ